в течение года в мире пишется около 80 миллионов заявлений о пропаже без вести в течение года находится около 50 миллионов вопрос куда пропадают оставшиеся 30 миллионов их просто не находят самые очевидные вещи это сданы в рабство убиты закопаны где-нибудь в лесу но вы можете быть пойманы тварью о которой пойдет сейчас речь с вами господин кристиан ван каст и сегодня я поведаю о твари от которой даже мне не по себе объект номер степи 49 75 класс объекта евклида особые условия содержания степи 49 75 должен содержаться в стандартной металлической камере содержания любой контакт степи 49 75 с людьми запрещен случае нарушения условия содержания любой сотрудник фонда слышащий постоянный ритмический треск должен изолировать себя от других людей и терпеливо ждать пока и степи 49 75 не вернут в камеру содержания или пока треск не прекратится описание степи 49 75 это существо отдаленно напоминающая гуманоида с различными птичьими чертами самой заметной из которых является его клюв тело объекта в целом вытянутое и худое а его конечности сужаются бесформенные отростки без ярко выраженных пальцев все тело объекта включая клюв покрыто толстым затвердевшим слоем кожи шейные позвонки объекта не связаны между собой и видимо могут двигаться независимо друг от друга степи 49 75 последовательно вращают их по одному позвонку за раз в определенном ритме начиная со спины и заканчивая головой в результате при каждом движении получается звук похожий на щелчок или треск степи 49 75 перестает двигать шеи подобным образом только когда готовится к атаке было замечено что и степи преследует будущих жертв в течение продолжительного времени прежде чем решиться атаковать иногда это время составляет 10 месяцев и более он убивает своих жертв используя отростки с помощью которых наносит жертве тупые травмы и рваные раны после этого объект всегда съедает труп и похоже среднестатистического взрослого человека ему хватает примерно на три месяца считается что и степи 49 75 фигурирует во многих народных сказках в германии стране своего происхождения самое раннее свидетельство относится к 1583 году с тех пор обнаруживаются и письменные и графические художественные изображения объекта кроме того существует множество немецких колыбельных которые как считается имеют отношение к степи 49 75 одна из них приведена в приложении 49 75 б несмотря на постоянное присутствие степи 49 75 своей камере содержания из региона его происхождения продолжают поступать сообщения о новых инцидентах и контактах с объектом велись расследования однако их приостановили подан запрос о присвоении степи класса кетер приложение 49 75 а в ниже приведенном отчете подробно описано содержимое видеозаписи снятый на нагрудный видеорегистратор одного из оперативников фонда расследующих последние сообщения касательные степи 49 75 неподалеку от черного леса шварцвальд германия звук на записи отсутствует начало отчета 16 09 2002 час 52 49 предисловие оперативники фонда расследовали дело жителя фрауберга сообщившего местным правоохранительным органам аритмическом щелкающем звуке который он слышал в течение более четырех месяцев и что кто-то его преследовал оперативники взяли его под свое попечительство и в качестве прикрытия сообщили правоохранительным органам что он страдал паранои и испытывал слуховые галлюцинации в результате побочных эффектов химиотерапии которую он проходил на тот момент ниже приведенный материал был записан в день когда они приказали ему показать им где он в последний раз видела степи 49 75 несколько вооруженных оперативников фонда идут по лесистой местности видно как один из них говорит по рации жители фрауберга находится среди них по-видимому он тяжело дышит и волнуется лихорадочно оглядываясь и обхватывая себя руками через несколько минут он застывает на месте он что-то говорит и указывает на дерево некоторые из оперативников повернулись чтобы увидеть на что он смотрит они выглядят растерянными в кадре за деревом ничего нет мужчина похоже паникует и спотыкается все еще указывая на пустоту примечание согласно записям с камер наблюдения в этот момент степи 49 75 прекратил вращение шеи вместо этого неподвижно смотрел на юго-восточный угол камеры содержания внезапно местного жителя силой сбили с ног его несколько раз ударил по голове и туловищу невидимый агрессор несколько оперативников открыли огонь по предполагаемому источнику атаки однако безрезультатно один из них пытается схватить мужчину и оттащить его однако большая рана начинает появляться на его животе вместе в котором он видимо был пригвожден оперативник прекращает свои попытки после того как это приводит лишь к большему открытию раны затем оперативник говорящий по рации поднимает оружие и стреляет местному в голову убивая его через несколько мгновений куски плоти по одному начинают отрываться от мертвого тела как только куски полностью отделяются от тела они исчезают примечание в это время степи 49 75 которого не кормили изображал прием пищи конец отчета 16 09 2002 13 57 02 приложение 49 75 б старая немецкая колыбельная предположительно про степи 49 75 рифмовка в большей степени потеряна в результате перевода с немецкого языка тик так часы с кукушкой тикают ку 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 птичка внутри поет тик так тик так тик так время тикает с ним и сердце тикает твое долго будешь жить пока песню эту слышишь тик так тик так тик так ты слышал это она умолкла дитя мое дитя мое значит твое время вышло еще бы мне за это платили уважаемые слушатели степи foundation если вы хотите поддержать наш проект вы всегда можете приобрести товары в нашем магазине в нем вы можете купить артбуки капли глазиков статуэтки недавно появившуюся печать с эмблемой SCP foundation эти деньги пойдут на лечение гилмору от картавости и на возрождение доктора аллена хотя я глубоко сомневаюсь что можно вылечить дырку в голове от моей пули из револьвера ну ну Продолжение следует...